Всем привет! Я сегодня начинаю новый влог. Скорее всего, это будет продолжение предыдущего. Вы уже знаете, что мы с дочкой заболели. В тот же день, когда я закрыла уже влог, у меня вечером одно ухо потекло, ночью другое ухо потекло. На следующую ночь у дочки ухо потекло. В общем, на следующий день она пошла к врачу и мы начали пить с ней вместе антибиотики. И капли в нос с антибиотиком, и в уши капли с антибиотиком. И начали принимать уже антибиотики. В общем, несколько дней мы ничего не могли снимать. Мы тут лечились, еле-еле ползали. Ну, сейчас уже улучшения есть. У дочки медленнее, у меня как бы получше. Ну, еще до выздоровления нужно потерпеть, но, по крайней мере, уже лучше себя чувствовать. Ну, я нахожусь у нее, так как все-таки поликлиника тут рядом. Если что, можно сбегать к врачу. Ну, и потом вдвоем болеть веселее все-таки, чем одному. Так что мы тут вместе сейчас болеем пока. Сегодня выходной, Денечка дома. Я сейчас вот с ним. Сейчас хочу попробовать снять для вас бурщ, который готовлю я. Ну, получится снять или не получится. Сейчас посмотрим. Ну, постараюсь снять. Девочки, что еще я хотела вам сказать. Многие в комментариях писали, что от долфина начинают болеть уши. На самом деле, долфином пользовалась только я. Дочка им не пользовалась. У нее аквалор. Но уши у нас начали болеть одинаково. И симптомы у нас одинаковые. То есть, это осложнение дает именно эта бактерия. На самом деле, сам по себе долфин, он безвреден. Я консультировалась с врачом. При том, что в прошлом году у меня тоже был отит. И этот долфин мне врач и прописал. Важно не то, что этот долфин, это просто солененькая водичка. Главное, то давление, с которым вы делаете это промывание. То есть, давление сильным делать не нужно. А нужно просто это все делать очень аккуратненько и деликатненько. И в этот раз тоже у врача я спрашивала, можно ли пользоваться долфином. Она сказала, детям я его не советую использовать. А взрослым можно, но только очень аккуратненько, потихонечку вводить. Можно, но осторожно. Вот так. Мне пришел заказ из интернет-магазина. Я заказала кучу вещей. Сейчас я их разбираю. Я очень рада, люблю подарочки, покупочки, вообще обновочки. Вот это так радуется, да женщину люблю. А недавно я узнала, что есть такой сайт, через который, если вы делаете покупки в своих любимых магазинах, можно получать кэшбэк. То есть, возврата определенного процента вам на счет. Этот сервис называется SmartSale. Я заглянула туда и очень обрадовалась, так как увидела там свои любимые магазины. Такие, как M-Video, Eldorado, бытовая техника, Ашан, продукты, магазины, которыми мы часто пользуемся. Одежда, обувь, Эко, я обувь покупаю там. Кари, я тоже там обувь покупаю. Ну и многие другие магазины. Вообще там до 1100 магазинов. Есть очень популярные магазины, которыми мы все пользуемся. И процент по кэшбэку доходит до 50%. Удобно, что есть круглосуточная техподдержка. Это как раз для меня. И то, что это приложение можно скачать как на телефон Android, так и на iOS. В общем, мне кажется, что это очень крутая идея с кэшбэк. Кому интересно, ссылка под видео. Лично я буду теперь чаще заказывать через интернет-магазины. А сейчас я готовлю новое видео, покупки с примеркой. И это вы увидите уже в отдельном видео. Куча обновок. Я так рада. Вытирай, вытирай. Дэнни сейчас только что сам вытирал досточку. Попросил мне тряпку на лочи. Ну-ка, на. Вытирай. Вот, молодец. Сам рисует, сам вытирает. Умится. Большой мальчик уже. Все, Дэнничка, ложи тряпочку и можешь рисовать дальше. Ложи оттуда тряпочку. Ложи. Вот, вот сюда, да. Молодец. Бери, беремелок рисуй. Ну, молодец. Самостоятельный парень. Я вот подумала, что вам, наверное, интересно будет, что нам доктор прописал, какие антибиотики мы принимаем. Ну, помимо того, что синупред мы принимаем, это обе, да, это от синусита, как бы от насморка. А аугментин вот в таблетках я принимаю, дочка в жидком виде принимает в сиропе. Капли ушные, это атофа, это с антибиотиком, это капаем три раза в день. Полидекса, это капли в нос с фенилофрином, это с антибиотиком. И с антибиотиком, это капли в нос, которые еще помогают при отитах. То есть у них расширен спектр действия. Ну, и тизин, сосудосуживающее средство, это капли в нос. В общем-то, нам нужно избавляться от насморка. Тогда уши у нас пройдут. Вот так вот мы лечимся вдвоем с дочерью, в принципе, одинаково сейчас пока что. Ну, она завтра, наверное, пойдет к врачу, к своему, и уже посмотрит, что там, может быть, ей подкорректирует лечение, потому что у нее ушко еще побаливает, а у меня не болит уже. У меня уже улучшение идет. Ну, заложенные уши, но они могут быть заложенными еще долго. В общем, самое главное, избавляться надо от насморка. День, ну что ты, зайка, смотри, я буду сейчас строить. А то ты ключик разбежал и иди сюда. День, а я сейчас без тебя построю домик. Так, как мы сделаем? Вот так вот сделаем. Так, сейчас я тебе покажу, Голубушка, как надо делать. Вот так вот надо. Ну, расскажите что-нибудь. Давай, Голубочка, сейчас сам построю, и без моей помощи скажи. Скажи, я сам разберусь, да, как ничего строить. Я начинаю строить, а он, ему не так. Ну да, вот поставь куда-нибудь что-нибудь, он уберет. Давай, вот это я поставлю. Смотри, у него прям своя стратегия какая-то, твоя стратегия. Видишь, зелененький. А у меня своя стратегия. Как тебе моя стратегия? Подходит или нет? Скажи сыр. Заслужил сырок. Что, тебе нужны вот эти вот кирпичики, да, для строительства? По цвету подбирает, чтобы подошли, да? Да. Ребенок сам знает, что, куда класть. Прям по цвету подбирает кирпичики. Молодец какой. Да, деловой, Саня. Даже голову поднять некогда. Я сегодня пожарила картошку с грибами. И в баночку открыли огурчиков солененьких, хрумстященьких. И доча картошечку уже дай-дай. Очень вкусно, да? Прям вот доем, да. Прям доешь ты. А что ты, куда ты денешься? А то вдруг я не доем, и ты вдруг ее съешь. Ну она такая вкусная, что смотри. Какое надо доедать. Да. Все предели. Наш вечер. Наш будний, как сказать, будние вечера. Будние вечера. Ребенок сосредоточен. Все, мы все предели. И я пределью. А ты монтируешь? А я монтирую, да. У меня идет процесс. Рабочий процесс. Дыня, собирай в пакетик. Ты будешь собирать? Да. Сам, сам. Сам. Я когда вот так вот группой все кидаю, он выбирает и начинает все это разбирать. Ну, видишь, разъединилась. Вот так. Все надо разъединить, да? Чтобы все было. Давай, подержу, пулетчик. Давай, Даня. Подержу. Давай. Складывай туда. Складывай. Давай. Все по отдельности. Все по отдельности, да? Надо, чтобы... Да, складывай. Ах, там уже спокойной ночи малыши начались. Надо скорее складывать. Надо разъединить, да, Дыночка? Вместе кладь нельзя туда. Сука надо разъединить, да? Обязательно надо разъединить. Молодцы. А завязывайте. Все собрали? Все собрали? Завязывали? Как завязываем у нас с ним. Теперь завязываем. Вот так вот. Берем раз. Держи. Вот так. Тяни. Держи. Еще один. Держи. Вот. Подожди. Тяни. Он говорит, что надо на два узла завязать. Да, один малый. Один второй, да. Вот это вот. Раз, два. Держи. Давай. Раз, два. Держи. Тяни. Тяни. Подожди, вот так. Так. Молодец. Все, на место положи. Какой молодец. Все на место положи. Улечка. Сам откроешь? Тут такая секретная коробка, которая даже бабушка. Даже я не поняла, с какой стороны. Ох ты. Ну все, новое занятие. Вот такие резиновые штучки. А как они прилипают к полу? К полу так раз. Раз. Они еще могут вот так? И так прилипают. Мы вчера дерево с ним построили. Смотри, дай. Цело дерево из них построили. Ух ты, как прилипает. Смотри, сейчас будет наклоняться. Смотри. А вот так, смотри. Смотри, смотри. Ух ты, что получилось. Смотри. Ух ты. Ух ты. Ура. Скажи, ура. Как ты говоришь? Ура. Все. Взрослым тоже нравится в детские игры играть. Посмотри, что он делает. В тросики складывает. Нашел домик, куда спрятать. А ну-ка, где ты не спрятал? Где ты не спрятал? Где ты не спрятал? Ой, вкус такого всего у него, а? Спрятал, такой спрятал. Ой, ты спрятал, такой спрятал. Куда спрятал? Куда спрятал? Кстати, я заметила, что ребенок, ну вот у нас всегда работают мультики и всегда включен планшет, играет. И я заметила, что у пацана нет вообще, ну, зависимости жесткой. Пять-пять же. Именно все время смотреть мультики. Он вообще, ну, то есть нет такого, чтобы поставить смотреть мультики. Он спокойно может оставить планшет, он будет и так играть. Он может играть конструкторы, играть свои игрушки, листать книжки. Где? Мат? Мат? Где все игрушки? Ты что, атакал тут? А ну-ка, ада игрушки. Дэн, ты прям это, игрушками какаешь. Давай, 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 давай. А еще сюда запихай, давай. Весь в игрушках, будешь, давай. Брять, скорей. Вон, за стороны давай, скорей, скорей, блять. Вставай. Ух ты, ты просто радужный мальчик, какой-то радужный мальчик, почему везде не падает. Аккуратно, аккуратно, ой, 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 ой. Нажимай, лифт, нажимай на лифт, нажимай на кнопочку, нажимай, нажимай, вызываем лифт, давай. Вот так, молодец, ждем. Мы собрались в садик, да, солнце мое. Ты жуешь еще конфетку? Молодец. Вот мы собрались с утра в детский сад, да, Денечка, с детишками играться пойдем. Мы едем в детский сад. Бабуля берет колясочку, потому что с бабулей Денечка ножками ходить не хочет. Знает, что бабушка на ручки возьмет, а мама на ручки не возьмет, с мамой кишечком ходит. Один раз забирала его с садика без коляски, уперся, ни в какую не хотела идти ногами. Пришлось мне его нести на руках, а с моей спиной тяжести поднимать нельзя. И у меня потом спина просто обламывалась. И теперь я предусмотрительно всегда беру коляску. И все. По-королевски Денечка у нас сидит на коляске, едет. И просто прическа, да, мы сейчас подумаем, что у нас у нее на голове. Идет процесс съемки. Вы видели мою прическу? Честно говоря, я сама не помню, как я ее сделала. На тот момент она мне совершенно не понравилась, показалась очень смешной. А сейчас, спустя время, я смотрю на нее, помню, что сделала ее очень просто. Но сейчас я смотрю на нее, и мне кажется, она такая сложная. Честно говоря, я ее даже не повторю. Я давно хотела показать вам наш съемочный процесс. Ну вот вы увидели за кулисью. Вот, вышла на балкон, на улице солнышко вылезло. Ну так, немножечко светит. Ну, радует. Солнышко зимой всегда радует. В общем, на этой прекрасной ноте я хочу с вами попрощаться. Этот влог я заканчиваю. Потом начну следующий. Всем, кому было интересно со мной, оставайтесь на канале, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok